добрый день 20 декабря 2020 года 2020 почти что-то между ними правда двенадцать стоит но не будем говорить какой сегодня праздник то у кого-то это оскорблено бьет 20 декабря напомним ладно так и вот мы сегодня опять попробуем завершить статью константина рудницкого из книги театральные сюжеты истина страстей о георгий александрович и установка вот мы как раз остановились на спектакле ревизор и вот сколько не бейся в поисках законы и правила которым руководствуется режиссер приходя от пьесы к пьесе как не старайся понять почему к одному драматургу он возвращается и дважды и трижды а другого всю жизнь избегает простого арифметически однозначного ответа на эти вопросы не найдешь думаешь например что социальная наэлектризованность свойственно темпераменту алексея попова непременно должна была вывести его горькому но нет попов не ставил горького никогда один из выдающих советских режиссеров предполагая что александр таиров тоже не менее выдающийся русский советский режиссер с его пристрастием западного репертуару высокой трагедии напротив не мог интересоваться ни горьким не чеховым но это не так выясняется что таиров как раз отдал дань чеховской горьковской драме воображая что-то в станокову как говорится сам бог велел взяться за булгакова поставить не турбины их или бег а он отдает мольера сергею юрскому сам же булгакову не прикасается как прочим и к брехту хотя всякому понятно что брехт тысячи раз интереснее себастиана фигередо и николай вместе взятых и тем не менее репертуарная избирательность какой бы загадочной капризно не выглядела она со стороны диктуется не произволом а интуиции художника ну коротко можно сказать что в нашем театре тоже почему чаще всего все таки выбираем классику ну конечно потому что современные пьесы будем прямо говорить открыто слабые для любительского театра классика обладает таким эталонным значением которое позволяет вот соприкасаться к великому ну и от этого конечно получать заряд какой-то энергетики вот избирательность производная творческой индивидуальности режиссера вы вправе досадовать что он остается холодным к тому или иному писателю вы вправе говорить что это странно нерасчетливо несправедливо наконец а некоторые так и говорят некоторые сочинительные песни могут простить товстоногову равнодушия к их продукции но упреки и жалобы ничего не изменит художник не во всем власти над собой он и рад бы в рай да рад бы подобным и иным более гибким коллегам с легкой душой переходить от чехова к корнячуку или от шекспира к дворецкому увы не получается мешает пока она жива его собственная уникальная а потому враждебная универсальность и творческая природа разумеется режиссер обитает не в облаках и по частному приходит соглашаться на компромисс какую-то пьесу режиссер берет потому что она открывает перспективу актеру который давно томится в простой и наконец облюбовал вожделенную роль какую-то потому что без нее не составишь тематическое меню ну например вот здесь вспоминает рудницкая современная советская прогрессивная западная русская классическая к юбилейной ли дате вовсе не нужной публике но обязательно с ведомственной точки зрения но хоть прошло много лет конечно тоже в общем то определенные датские так называемые спектакли они и идут в подобных случаях интуиция художника безучастно помалкивает работа выполняется за счет мастерства профессиональной сноровки опыта но затраты душевных ресурсов не требует нередко компромисс венчается успехом и даже большим пусть кратковременным но шумным зал рукоплещет режиссер выслушивает лестные комплименты благодарит пожимает руки только глаза у него пустые отсутствующие глаза совсем по-другому воинственно молодые весело смотрят они когда постановка затевала бескомпромиссная когда успех не просто успех а настоящая победа виктория одержанная вопреки боязливым ожидания наперекор скепсису такой дерзкой заносчивостью искрился взгляд трустоногого в незабываемой дни володинских премьер вспомнил сейчас александра володина да боже мой вроде такой и высокий такой человек тоской такой человечек такой веселый в общем такой прошу войну вот вообще жизненный путь тоже сложная вот выпивал создал целый мир целый мир володинских героев пьеса александра володина были встречены неприязненно критики разнервничались оскорбленные своих лучших чувствах мещанская драма мелкие идеи говорили они других повергало в уныние отсутствие дыхания коллективов где работают или учатся герои огорчали ущербинки в характерах весь этот переполох произошел потому что володин впервые вывел на сцену людей которых предшествующей драматургии замечать не хотела в лучшем случае отводила им проходные роли где-нибудь на обочине сюжета молодой писатель привлек внимание к мужчинам и женщинам не обладающим железной воли не занимающих видные посты не претендующим реорганизовать производство что-то такое внедрить что-то этакое искоренить кого-то там разоблачить или посрамить эпизодические роли превращал главные а главные в эпизодические заурядные вчера еще затертые в массовках персонажи вместе с их житейскими невзгодами и неустроенными судьбами очутились теперь на первом плане другими словами володин сблизил сцену с реальной действительностью на словах мы постоянно затратуя связь сцены с жизнью святое дело принято единогласно воздержавшихся не драматурги режиссера актера они ведь только об этом мечтают связаться и сблизиться но одно дело мечты и слова другое дело театральная практика который боится новизны инертно склонна к повторению пройденного а критики умеющий находить ущербинки в характерах а не тут как тут всегда на готове население володинских пьес заинтриговал от остановок он с волнением узнавал знакомые лица какие встречаешь то в магазине то на троллейбусной остановке а то и в театральном фойе но только не на сцене он понимал что эти примелькавшиеся облики лишь на первый взгляд кажутся ординарными там где другим мерещились ущербинки и мелкие идеи он увидел сложные характера нетронутую натуру подлинную театральную целину он сразу почувствовал в диалогах володина неподдельную жизненность по которой стосковалась сцена и вступился за молодого писателя чьи пьесы тоже сразу навлекли на себя множество упреков причем особенно раздраженно володину внушали что его персонажи разговаривают каким-то неподобающим для сцены языком известный в прошлом репертуарный драматург цитируя слова тамара из пяти вечеров сердито спрашивал что это за агитатор по всем вопросам на каком-то языке написано другой раз видишь такая хорошенькая алхматая что это означает коммунисту можно больше потребовать от паркбюро словом живу полной жизнью не жалуюсь далее продолжал маститый драматург тамара говорит о своем племяннике активный мальчик не ограничивается одними занятиями у него и общественное лицо есть так что он тоже живет в полном ну что же продолжим друзья мои итак пьесы володина один из репертуарных драматургов которые критиковал володина я думаю что в условиях современного производства такой мастер просто не мог бы направлять производственные процессы так или почти так говорят все герои этой пьесы театр является авторитетнейшим учителем языка разве можно с этим не считаться то что услышано со сцены театра повторяется в жизни театр призван бороться с коверканием языка они насаждать такое коверкание неприятно в 1959 году видит на советской сцене полу грамотных темных людей это вот как известно было написано еще вот 1959 год данный драматург хотел чтобы театре люди учились красиво и приятно разговаривать бедные зрители которые ходят в театр учиться приличному разговору они ведь и сейчас 30 лет спустя ну то есть это значит это конец 80 могут услышать со сцены повторить жизни такие номер слова цитирует сделал мошенник сделал побееву бог и на том и на этом свете чтобы ему если тетка действует тетки всякая пакость и отец если жив у него то чтобы он канале околел или попернулся навеки мошенник такой гоголь либо пьесы гоголя ставится часто а как наушить на зрителя чтобы они не брали гоголя в авторитетнейшие учителя языках бог же кстати сам знал что грешен и в мертвых душах извинялся виноват кажется из уст нашего героя излетела словцо подмечены на улице что же делать таково на руси положение писателя и жаловался николай васильевич на придирчиво тех читателей которые русским ничем не наделят разве из патриотизма выстроить для себя на даче избу в русском вкусе а между тем какая взыскательность хотят непременно чтобы все было написано языком самым строгим очищенным и благородным увы пишет рудницкий мало изменилось положение писателя на руси почтенный драматург продолжал драма советского человека это драма сильного человека драма человека большой души это прежде всего благородная драма признаемся честно не володина не тарстоногова не интересовали благородный драма художническая личность тарстоногова сполна выразилась не только в смелости которую тогда защищал пьесы володина но и в том как он эти пьесы поставил два володинских спектакля явились важнейшими событиями и в биографии режиссера и в биографии драматурга с обычной для автостоногова неприязнью к игре сценические поддавки с характерно для него антипатии к мнимым проблемам решение которых заранее предуказано со свойственным ему жгучим интересом к жизненным коллизиям не сразу поддающимся разгадке к узлам противоречий какие не развяжешь и не разрубишь режиссер встретившись с володином почувствовал в нем единомышленника и единоверца режиссера возбуждала манящая возможность демократизации театра приближение к внутреннему миру самого обыкновенного человека наших дней того которого не знала да и знать не желала привередливая номенклатура лакировочных пьес без дыхания коллективов режиссер вполне мог обойтись а вот естественного дыхания повседневной жизни ему уже давно недоставало в пяти вечерах это естественное дыхание чувствовал с каждой реплики создавала всю музыку драмы начиная с ремара в этом спектакле товстоногов впервые применил простой но выразительный прием он читал авторские ремарки его записанный на пленку интимно доверительный голос приглашал приглашал зрителей сочувственно и серьезно вглядеться вот сейчас как только свет вырвет из темноты уголок ничем не приукрашенного быта в будничные перипетии будничной драмы на авансцену выплывали тесные безликие интерьеры стандартная мебель скудный до боли знакомый антуражно покрытый клеенкой стол видавший виды шкаф кушетка заслонная темным одеялом корыто которая висит возле двери все необходимо ничего лишнего ничего своего такого что говорила бы об индивидуальных вкусах или интересах обитателей уюта нет но все как у людей все как в миллионах точно таких же комнатушек таких же коммунальных квартир действие происходило в ленинграде если бы художник степанов прорезал в стенах в стенах окна в которых услужливо подсказывал одна из газет так легко развернуть традиционные виды ленинграда тогда конечно интерьеры выглядели поэтичнее веселее но режиссер этого не хотел всю поэзию всю веселость он верил актерам и актеры не подвели актеры играли с бенефисным пылом самые трудные задачи решали ефим капельян и зинаида шарко сложность состоялась в том что театральных ролях единая тамара то мы говорим об есть пять вечеров об руку с лирической темы воскресшей взаимной любви сквозь всю пьес ушла полемика против социальных ролей ранее в молодости ими себе назначенных этого тоже немножко отступлю тоже вот мы часто узнать себе сами назначенки социальные роли имеется подчинен начальство а вот какие-то такие роли там висит в чахтам например или в депрессии постоянно там человек должен сидеть он как бы для себя сам выбирает какую-то социальную роль и вот в ней сидит и подчас должно пройти очень много времени какие-то события когда вдруг оглядывается на себя смотрит и говорит боже да зачем я эту вообще роль это выбрал и здесь как раз вот володин в этой пьесе очень хорошо это раскрывает но от остановов на сцене и так вот социальных ролей ранее в молодости ими себе же назначенных назначенных но не сыгранных студент ильин надеялся стать главным инженером химического комбината а фабричная девчонка тамара верила что будет если не директором то по меньшей мере парторгом завода то есть оба в юношеских мечтах видели себя большими людьми такими как их показывают в кино и в театре теперь жили им всего лишь шофер тамара всего лишь мастер значит оба они люди маленькие которых ни театра ни кино в упор не видят и вся драма возникает из-за того что нынешние свои социальные роли ильин и тамара воспринимают по-разному ильин успел узнать почем фунт военного лиха да и после войны многое претерпел но не жалуется и сегодняшний своей участью сполна удовлетворен по его быть может шофером ничуть не хуже быть чем главным инженером тамара же в тайне страдает что мечты не сбылись поэтому внушает себе живу полной жизнь не жалуйся он в задах она в разладе с действительностью нет зинаида шарко не понуждала тамару не лицемерить не фальшивить худенькая большеглазая женщина в наглухо застегнутом коричневым халате в теплых домашних тапочках застегнутой или иным врасплох с нелепыми с нелепыми бумажными попельотками в волосах держалась независимо гордо ее мажорность была неподдельной чистая пробы слабость жизненной позиции выдавалась я только единственная заученностью оптимистических интонаций которыми шарко как бы нечаянно слегка чуть-чуть оттеняла газетную фразеологию то и дело проскальзывавшую тамаренных речах поразительно утонченная игра шарко ловко лавировала между импульсивным и машинальным природным и вымуштранным раз и навсегда усвоенный наставительно уверенный тон шел что называется из самой глубины души стертые казенные слова произносились как свои лирическое сокровенно личное выражало себя в форме сознательно обобщенной до обедненности до усредненности до трафарета и даже внезапное смятение чувств выказывала себя все тем же нищенски бодряческим лексиконом чуточку смешная тамара вызывала щемящую жалость мы догадывались что перед нами грустный результат героической работы над собой общественное лицо выстрадано ценой отказа от живых красок бедовой молодости навстречу Ирину выходило полное достоинство но выцветшее поблекшее особо неопределенного возраста как часто к сожалению бывает такое встречаешь казалось да очень много чего то искрилось сверкало ну вот так сказать да Ирина обескураживал и этот вид и этот опломб он и узнавал и не узнавал девушку своей мечты ту с которой не виделся целую вечность восемнадцать лет Ефим Капелян умышленно тускло скучливо начинал свою роль ведь в первый раз в первые из пяти вечеров мы знакомились с Солиным не у Тамары а у Зои в тогдашнем театральном контексте эта дуэтная оценка производила шоковый эффект пьеса завязывалась в комнате женщины легкого поведения женщинам такого поведения вход на целомудренную сцену пятидесятых шестьдесятых годов прошлого века был строго воспрещен в повседневной жизни они как всегда и везде играли заметную роль но в театре им ролей не давали Товстоногов же попирая все приличия позаботился о том чтоб ситуация откровенно обозначенная Володиным выглядела недвусмысленно ясной широкая такта в тихом свете торшера бесстыдно выпирала на авансцену и громко сообщала для чего предназначена Зоя ее играла артистка Николаева с первых же слов развязанно уведомляла зрителей Зоя что у нее с Элиным все быстро произошло случайное знакомство случайная связь мурлыкал патефон Элина стояла позади тахты покуривая покачиваясь на каблуках красивый ленивый искосо поглядывал на Зою односложно отвечал на ее вопросы эта прелюдия позволяла понять и грубоватую браваду с которой Ильин примехенько от Зои явился к Тамаре и некоторую его растерянность перед лицом несокрушимой Тамариной чопорности стародевическая добропорядочность образцовой общественности стерильное гостеприимство словно и не было никогда молодой взаимной любви все это сбивало его с толку в дуэтах с Шарко Капеляна предстояла сложная затейливая игра характер своенравный независимый крутой как бы даже начальственной а повадки самые простецкие походка чуть в развалку разговор фамильярный ухмылка широкая большие начальники не так улыбаются не так разговаривают и все-таки Тамара верила что что Ильин не шофер а главный инженер верила точно так же как верила в свое мнимое счастье в свою полную жизнь тем более что Ильин Капелян сохранил обаяние юношеской беспечности внутреннюю свободу было в нем в его серьезном а часто и в стревоженом лице в черной падающей на лоб пряди непокорных волос было что-то неискоренимо мальчишеское старая любовь заново разгораясь постепенно освобождала Тамару из-под гнета насильно себе навязанного социального амплуа переоценка ценностей давалась Тамаре с трудом болезненно а со стороны из зрительного зала часто выглядело смешно ибо показная жизнерадостность слишком глубоко укоренилась в Тамариной душе вошла в самый состав ее личности расставаясь с иллюзиями слой за слоем сбрасывая себя ко росту мнимости Тамара менялась становилась другой не такой какой мы заставали ее в начале пьесы веселее моложе краше к ней возвращалась эта шарко особенно хорошо выразила чувство юмора которое раньше было начисто вытравлено именно юмор доброй и лукавой окрасил финал Товстоноговского спектакля тут с вызовом звучала счастливая нота интимного а домашненного счастья Ильин сидел блаженно уткнувшись лицом в колени Тамары ее смущенное лицо освещало умиротворенная улыбка бенефисный пыл с которым в пяти вечерах играли капеляны шарко провоцировало азартное желание режиссера доказать что Ильин и Тамара далеко не так просты как кажутся что будничность их бытия и видимая малость их жизненной цели обманчивы взгляд Товстоногова на володинских персонажей сочувственный и сердечный ординарный сделал экстраординарный заурядный из ряда вон выходящий бенефисная игра в пяти вечерах стала столь же необходима сколь и в оптимистической трагедии где лидировал Тулубеев или в идиоте где был бенефис Махтуновского или позднее в истории лошади где главную сольную партию вел Евгений Лебедев вторая пьеса Володина поставленная в БДТ «Моя старшая сестра» прекрасная пьеса эта пьеса была бенефисной для Татьяны Дорониной Тавтоногов на этот раз вел сквозь спектакль тему неминуемого торжества дарованного человеку таланта который рано или поздно заявит о себе прорвется победит Доронина играла робкую начинающую актрису Надю Резаеву гадкий утенок превращался в красавца лебедя ничем не примечательная заводская учетчица в победоносную стар к концу спектакля Надя Резаева в радостном блеске красоты расцветающей женственность с обнаженными плечами в роскошном платье пушкинской лауры повелительно говорила «Слушай, Карлос я требую чтобы улыбнулся ты» пьесу Володина можно иначе понять и иначе сыграть то в Тавтоноговское решение моей старшей сестры не бесспорно однако оно в высшей степени характерно для Тавтоногова для той позиции какой он чаще всего избирает эта позиция при любой театральной погоде остается мужественной русская классика занимает в репертуаре БДТ заметное место она в почете пишет Рудницкий в конце 80-х почтение однако не равнозначно ни робости ни смирению и когда Тавтоногов берет в работу классическую пьесу или классическую прозу он ищет в ней по его словам точки соприкосновения сегодняшней боли людей классический текст читает как сегодняшний нередко злободневность какую обретает в его интерпретации классика бывает просто удивительной давнишние слова звучат будто они только что вчера или от силы позавчера написаны хотя того что называется модернизацией искусственным нарочитым осовремениванием режиссер явно избегает он высоко ценит достоверность исторического антуража костюмы соответствуют модам и вкусам времени мебель подобрана в согласии с обиходом эпохи никакого произвола все правильно все как было с одной только оговоркой в тавстоноговском историзме нет музейной упорядоченности со сцены не пахнет антиквариатом вещи не чванятся ни дороговизна ни редкость не лезут в глаза режиссеры интересуют не вещи сами по себе а люди которым вещи принадлежат ушедший быт он понимает не как совокупность любовно подобранных предметов что кстати часто бывает а как определенный строй человеческих отношений как стиль жизни как музыкальный регистр которому послушна полифония бытия как красиво скажем музыкальный регистр которому послушна полифония бытия соблазняющий иных режиссеров идея сыграть в одном спектакле скажем в ревизоре или в чайке всего гоголя или всего чехова то есть создать некий сценический экстракт сразу отсидеть стилистическую эссенцию автора тостоногов ничуть не манит каждая отдельно взятая пьеса видится ему самостоятельной замкнутой системой образов внутри которой жизнь ползет или бежит по законам лишь для данной системы действительной даже сила земного притяжения в ревизоре не та что в женитьбе в грозе не та что в беспредальнице в вишневом саде не та что в чайке тостоногов глубоко погружается в избранную пьесу в характерные только для нее особенности темпа ритма и стиля и потому произведение одного и того же писателя сплошь да рядом обретает под его рукой совершенно не схожие очертания и варвары тостоногова и мещане тостоногова и дачники тостоногова неопровержимо горьковские спектакли но оркестровка во всех трех случаях различные и энергия социальной критики в каждой из режиссерских композиций образует непредвиденно новые сценические формы критик строева была совершенно права когда писала что горьковский цикл тостоногова по существу открыл советской сцене нового драматурга не скучнейшего проповедника каким он стал в хрестоматийных приложениях а яростного философа жизни сердце которого горело ненавистью к тем кто оскверняет землю и любовью к тем кто ее украшает максим горький сейчас смотрю тоже на бюст который у нас стоит итак горьковские спектакли первый вариант Васы Железновой Анатолия Васильева последние Йонаса Вайткуса продолжили и довели до крайнего предела мотивы угаданные Товстоноговым Товстоногов внимателен к опыту молодых но и молодые в свою очередь многому учатся у него воспринимая классическую пьесу как уникальную художественную структуру и считая что постановщик обязан эту неповторимую уникальность выразить в спектакле отзывчивом к сегодняшней боли Товстоногов непременно стремится сообщить всем действующим лицам возбуждающим его интерес крупный человеческий масштаб укропнение персонажа одно из важнейших правил Товстоноговской сцены правила это продиктованы желанием взглянуть на героя как бы впервые нынешним взором не сообразуясь ни со сценическим каноном низхрестоматийным стереотипом в результате на подмостках БДТ появляется вот именно этот только такой городничий только и единственное это Надежда Монахова после того как репетиции закончены роль сделана никакие отклонения в сторону для Товстоногова нетерпимы найдены однажды найдены если и не навсегда то как минимум на весь срок жизни спектакля тут ответ на вопрос почему Товстоногов очень неохотно очень редко разрешают дублировать даже второстепенные малозначительные роли в программах БДТ против имени действующего лица почти всегда стоит имя одного единственного исполнителя если в Амадеусе Шефера Сальери играет стриженчик а Моцарта демич то ни стриженчик ни демич ни при каких обстоятельствах никем не могут быть заменены у Евгения Лебедева большие роли в Мещанах в истории лошади в Дяде Ване в новой редакции оптимистической трагедии но ни одного дублера ни в одной пьесе нет конечно как и все люди актер бывает болеет в подавляющем большинстве театров на такой случай всегда подготовлен более или менее надежный ввод но не в БДТ здесь им на и порядке заболел актер значит пойдет другая пьеса ну здесь конечно можно тоже поспорить но здесь тоже вот сила воли режиссера вот он считает что эту пьесу эту роль может играть у меня только там стриженчик или там Лебедев вот ну в других спектаклях в других театрах так сказать там конечно это прежде всего диктуется конечно не коммерческим моментом тоже потому что театр все-таки это производство вот но с точки зрения Товстоногова замена спектакля меньшее зло нежели замена исполнителя ибо ввод колеблит всю сценическую постройку путает или обрывает связи в системе образов пьесы а с этим эстетический максимализм руководителя БДТ примириться не может в свое время Николай Охлопков ну выдающийся актер конечно режиссер в Гамлете продемонстрировал москвичам одного за другим трех принцев датских их играли Евгений Самойлов Михаил Казаков и Эдуард Марцевич доказывая тем самым что его композиция универсальна что она будто бы способна принять и возвысить любого героя это как раз тот случай когда режиссер как бы вот спорит в данном случае со своим коллегой и считает нужным доказать что вот сама по себе концепция выстроенного его так сказать образа она способна выдержать любого актера однако вот Товстановов придерживается противоположного мнения композиции героя взаимно обусловлены и неразрывно сопряжены поначалу репетировать ту или иную роль могут и два и три актера но играть будет всегда один тот чей рисунок роли в конечном счете окажется неопровержимым а следовательно неповторимым с точки зрения режиссера при всей широте репертуарных интересов Товстаногова есть писатели по виду наиболее привлекательные для него в первую очередь Чехов и Горький из русских классиков эти двое хронологически самые близкие их пьеса написана в начале нашего века ну имеется в двадцатого а идейные и этические проблемы их тревожившие поныне актуальны ну а уж сказать то ну чехов безусловно можно сказать что мы недавно смотрели мещане так сказать конечно проблемы так сказать горьковских героев сейчас просто еще вообще просто супер актуально просто революционно так сказать голоса героев этих пьес доносятся до нас внятно их чувства мы часто воспринимаем как свои собственные когда Товстоногов решительно укрупняет человеческие масштабы чеховских или горьковских персонажей мы с особенным волнением глядываемся в их лица вспомним хотя бы Бессеменова Евгений Лебедев в Мещанах режиссеры которые ставили Мещан до Товстоногова всегда относились к Бессеменову неприязненно актеры которые играли Бессеменова до Лебедева непременно манипулировали разными от суховато сдержанной иронии до злейшего гротеска до фантасмагория оттенками отрицания там где его предшественники замечали одну только узкую щель собственнической психологии Товстоногову открылась многосложная пусть искаженная пусть мучительно перекошенная но по-своему цельная и крупная натура в исполнении Лебедева Бессеменов предстал человеком страдающим и метущимся прямо сквозь его душу прошла трещина расколовшая социальное здание старой России он с горечью видит как под натиском агрессивно нахрапистой или унылоупадочной аморальности нового поколения рушится устой простой и здравой нравственности как расшатывается и гибнет вчера еще казалось прочный жизненный уклад как былой порядок превращается в хаос в начале и в конце спектакля на занавесе возникает пожелтевшая фотография в центре достопочтенный глава семьи тот же Бессеменов а справа и слева в чинном благообразии его чадо и домочадцы вся фамилия расположилась на фоне огнедышащего вулкана два это заставка одновременно и курьезно и символично везувий который курица за спинами купеческого семейства предвещает катастрофу как только завязывается действие становится понятно что катастрофы и в самом деле неизбежны ибо благообразия зафиксированного дагеротипом нет и в помине все что происходит в Бессеменовском доме абсурдно а для Бессеменова Лебедева трагично напрасно напрасно он силится понять чем живут о чем мечтает во что верует веселый малый Нил играет Кирилл Лавров раздражительный обиженный на всех и вся Татьяна актеист Попова душевно дряблый Петр Владимир Рецептов ну слава Богу он жив Владимир Рецепт сейчас как известно руководит Пушкинской школы на фонтанке чудесная тоже там прекрасный театр разбитная жиличка Елена Людмила Макарова тщетно Бессеменов силится внушить им свои еще дедами и прадедами установленные выверенные правила свой символ веры не слушают не слушаются не вникают жить разумно и дельно никто из них не хочет и хотя ясно что порядок который Бессеменов силится отстоять заскорузлый костный отживший ясный другое молодые ломая старые моральные нормы и не спровергая житейский здравый смысл пока не в состоянии противопоставить им ни новую мораль ни новые идеалы пустопорожний вздор абсурд прет на Бессеменова со всех сторон и сланит с ним одолеть его невозможно хору хоть полицию звать наступает момент когда Бессеменов и впрямь с трагикомическим отчаянием вопит полиция сейчас бы можно сказать Росгвардия его истошный крик в свою очередь абсурден что полиция вся жизнь вместе с полицией пошла под откос терзающая рассудок бессеменного безрассудная шаткость бытия давала себе знать пространственными сдвигами и звуковыми царапинами комната как комната самый что ни на есть банальный интерьер с монументальным буфетом длинным обеденным столом с венскими стульями высокими напольными часами с пианино с большой керосиновой лампой плавающей под желтым с бахромой абажуром но весь этот самодовольный интерьер то штановов в данном случае он сам и оформлял спектакль разместил в пугающей пустоте у павильона не было стен то есть того чем организуется павильон рисунок обоев букетиками проскальзывая вдали по заднику напоминал что стены должны быть что им полагается быть однако этот же рисунок и сигнализировал об их отсутствии а справа вдоль наклонного пандуса от аванссцены уходил в глубину легкий занавес который отделял комнаты от полисадника еще раз насмешливо сообщая что изоляция интерьера эфемерная мнимая что обитатели дома ничем от внешнего мира не защищены но и внутри разговор то и дело будто ржавым ножом вспарывал пронзительный скрип дверей мало того заводимые в бессименовом часы мерзко хрипели они кстати оглашали комнату болезненным боем похожим на стол когда же мирный разговор цирковой неизбежностью превращался в крикливый скандал тогда сквозь истерические вопли или яростные угрозы вдруг доносилось откуда-то равнодушно веселенькое третенье балалайки все было вздорно и дико в этом существовании достаток никак не мог сложиться в порядок и срывался в бедлам Тавтоногов сказал однажды что толчок к мысли о мещанах первый импульс к постановке этого спектакля дал ему абсурдистский театр признание неожиданное и важное конечно очень легко что называется с порогой начисто отрицать Беккета и Ионеско гораздо труднее найти свою эстетическую выгоду в том смещении пропорций в том дерзком упрощении причинно-следственных связей которые драматурги театра абсурда утвердили как метод и принцип но зато когда это удается вдруг выясняется что такой метод и такой принцип позволяет увидеть в старой пьесе нечто новое а именно словами Тавтоногова абсурд и бессмысленность бытия персонажей замкнутые круги по которым они мечутся и прежде всего абсурдный круговорот жизни Бессеменова трагическую несостоятельность его попыток остановить или хотя бы притормозить шаг истории я вот недавно смотрел встреча была с президентом показывали везде в принципе вот я сейчас читаю и в какой-то степени вот персонаж вот пьесы мещане который пытается вот так сказать как-то остановить вот этот притормозить шаг истории напоминает мне Путина когда вот он своими так сказать речами совершенно не в попад на самом деле жизнь идет совершенно по другим законам попытка там что-то объяснить по поводу макарон там что-то это все и вот этот бессеменов герой максима горького понимаете укладывается так сказать тоже он пытается как-то что-то как-то все наладить а ничего не налаживает а ничего не налаживает разрушена все причины следственной связи есть некая просто фикция того что как-то еще что-то такое соприкасается и поэтому все эти движения они какие-то становятся и притормозить шаг истории фактически не получится и так Рудницкий продолжает надо сознаться полтора десятилетия назад я недоценил актерскую работу Лебедева да и всю постановку меща это значит где-то если восемьдесят девятый год то значит семьдесят четвертый начало семидесятых годов недавно увидел спектакль снова за прошедшие годы он не поблег это представьте пятнадцать лет прошло напротив будто помолодел был потрясен грозной энергией в нем сконцентрированный понял сколь прозорливым было решение Товстоногова и сколь поверхностный мое прежнее восприятие но надо сказать что в той стране восемьдесятый год это как раз расцвет перестройки стремление к тому чтобы все по-новому было так сказать молодые такие пылкие силы устремлялись вперед вот поэтому тут интересно да и вот Рудницкий посмотрел спектакль по-другому посмотрел то оказалось что Товстоногов дальновиднее критиков и не мне одному рано или поздно приходится убеждаться в ошибочности своих скороспелых суждений некоторые мои товарищи по перу не почувствовали ни наивную красоту ханумы ни легкокрыглую поэзию мачехи саманиши или не осознали значение спектакля Товстоногова три сестры дядя Ваня Товстоногова часто называют режиссером романистом определение меткое во всяком случае горьковские варвары мещане чеховские три сестры гибелескадра корнячука даже шекспировский генрих четвертый на сцене бдт разворачивались неспешной обстоятельностью большой прозы в сложном переплетении судеб в сближениях и отдалениях нескольких по меньшей мере тем психологически насыщенное повествование освещалось неостановимой работой режиссерской мысли буравивший текст пробивавшийся к неявной подоплеки поступков памятна однако и постановке осуществленной в иной манере не режиссером романистом сотворены пять вечеров и моя старшая сестра Александра Володина это скорее спектакли новеллы нежели спектакли романа при всей масштабности замысла Товстоноговский ревизор к романной форме не относится поэзией а не прозой дышали лиса и виноград фигередо безымянная звезда сибастиани божественная комедия штока когда Товстоногов встал арбузова розова штейна гельмана он вполне довольствовался структурой психологической или социальной драмы не пытаясь расширять ее пределы и расшатывать жанровые опоры более того даже работая над прозой классической и современной он отнюдь не всегда стремился к всеохватности большого полотна например в истории лошади двигался к философской притче в трех мешках сорной пшеницы к трагедийности очерковых зарисовок с натуры и все-таки пристрастие к спектаклю роману действительно присуще Товстоногова время от времени она дает себя знать сказывается в работах для него событийных для его жизни в искусстве значительных шелоховские спектакли поднятые целина и тихий дон с этой точки зрения быть может наиболее интересны они отдалены друг от друга расстоянием почти в полтора десятилетия тем удивительнее моменты общности и тем очевиднее различия характерная для Товстоногова объективность реалистического письма обрела в этих постановках суровую непреклонность эпосы люди показаны были на крутых поворотах истории под беспощадно жестоким напором неотвратимой закономерности в ситуациях личности неподвластных от одной отдельно взятой воли независимых но именно поэтому способных вознести человека много выше обыкновенных его возможностей драматические изломы времени позволили увидеть предел и конец человеческих сил казачьи песни заунывный раздольный фольклор звучали и над центростремительной компактной структурой поднятой целины и над центробежной размашистой уходящей куда-то далеко за сценический горизонт композиции тихого дона хор сопутствовал поступе спектакля сопровождал его шаг в обоих случаях скорбно предвещал трагический исход событий но если в поднятой целине лирика фольклора омывала теплом весь строй сценического действия и примирительно проникала в его пределы то в жесткое сухое русло тихого дона лирики доступа не было в поднятой целине трагедия подкрадывалась героем из-под тишка ползла сквозь пестрое многоцветие быта чтоб потом в раз перечеркнуть кровавой полосой сложнейшую междоусобицу людских отношений в тихом доне высокая трагическая нота слышалась с первого же такта режиссерской партитуры поднятая целина сперва глядела в историю словно в окно охваченная рамой портала глядела не предчувствовала надвигающихся потрясений пространство тихого дона с самого начала заявляла о себе как пространство историческое для эпоса приготовленное и эпосу предназначенное в понятой целине у Товстоногова было достаточно времени чтобы вплотную приблизить к нам каждого человека и к каждым вдостально любоваться в тихом доне пульс действия бился учащенно и на обуглившейся растрептавшейся под черным солнцем в земле различимы были не люди а толпы не лица а мечущиеся фигуры тут не складывалась полифония судеб тут как будто бы железом обмокнутым сурьму прочерчивалась линия одной только судьбы пересекавшая кровавое лихолетие конечно попросту говоря метод примененные в поднятой целине был обычнее и практичнее герои выталкивались на подмозке естественного станичного мерка отбудораженного коллективизации мы успевали понять Давыдова Кирилла Лавров привыкнуть к его твердому скуластому лицу к его прямому в упор взгляду к статной фигуре в рваной тельняшке матроса и вмятой кепке питерского рабочего могли оценить по достоинству деловую сметку реалистическую жилку человека расчетливо даже с улыбочкой идущего на верную гибель нас охватывало сочувствие к Нагульнову Павлу Успекаев к его мягкому южному говорку мечтательной натуре наивному максимализму одна мировая революция на уме он весь от лихо заломленной папахи до сапог воспринимался как живая антитеза Давыдову молчу закрытый себе на уме Нагульнов речист душа на распашку Давыдов трезвостью морковь Нагульнов патетика с газетной высокопарностью Лушка их общая полюбовница высмеивает обоих с вами любая баба от тоски от тоски подопнет их фанатичная преданность делаю смешна и скучна Лушки боже мой сколько да бывает такое умнейшие же люди вот и конечно Давыдов так сказать Нагульнов и Лушка то хороша но конечно да любит она там другого дезертир который ибо Лушка играет ее Татьяна Доронина боже мой да сама Лушка это сама любовь жадность дразнящей и бунтующей плоти да в понятой церине была что называется система образов организованной обдуманной и прочной и в той системе сползавшей к трагедии вполне естественно вальяжно располагался станичный шут дед щукарь сыгранной Евгением Лебедевым щуплый хлипкий но непосредливый балагур то ахальник а то и философ прекрасно да и вот что можно сказать ну вот дед щукарь сыгранной Лебедевым конечно это прекрасно да прекрасно применительно к Товстоногому вернее было бы иначе говорить то есть вопреки ходячей поговорке что режиссер не умирает в актерах режиссер в актерах оживает ну что вот я тоже всегда пытаюсь чтобы это сделать насколько получается конечно искусство каждого из артистов приоткрывает одну из многих грани искусства самого режиссера нужен конечно концепт ансамблевость игры когда актерская игра без промаха бьет в точку режиссерам указанным мы сейчас пытаемся поставить по гамлету но пока тут конечно новогодние все эти так сказать вот эти ковиды в тихом доне метод постройки спектакля применялся совсем иной неизмеримо более трудно для восприятия обычная взаимосвязь образов приносилась жертву твердо избранной новой цели поставить поперек сокрушительного хода истории одного единственного героя и тщательно пристально скрупулезно показать как история с ним расправится его уничтожить согласно этому замыслу система образов такая как поднятой целине была вовсе не нужна многие персонажи романа попадая в пространство сцены умолялись в масштабе наспех отмечались беглым прикосновением режиссерской кисти время им отпускалось кратчайшее если иные из них все-таки успевали как-то запечатлеться в нашем сознании например Аксинья Светлана Крючкова Наталья Лариса Маливанная Кашевой Юрий Демич Пантелей Николай Трофимов Петр Кирилл Лавров четыре генерала Стрижельчик Кузнецов Рыжухин Иванов то все-таки правом на полноту сценического бытия они не обладали идея всего спектакля в высшей степени рискованно отводила всем этим фигурам значение второстепенное в конвульсивной динамике перемещения масс внезапными ножевыми ударами резавших по диагонали открытое пространство сцены двигая по планшету тяжелые обозы солдатские перебежки толпы полки орды Товстоногов снова и снова выводил на первый план фигуру Григория Мерехова Олег Борисов генеральный актер как вспомнишь конечно Метание крестьянского гамлета по путям и перепутьям гражданской войны сквозь ее клокочущую ненависть кровавую неразбериху одушевляла надежда найти наконец-то какую-то прочную точку опоры укорениться в почве и в почвенном пробиться к собственному куреню к родной землице к жизни естественной патриархальной освещенной вековыми крестьянскими обычаями эта надежда несбыточна хуже того она гибельна история гонит и гонит травит и травит Григория Мерехова как одинокого волка смерть идет за ним по пятам чтоб затем угнездиться в нем саму смерть в его душе в его глазах смерть захватывает и поглощает Григория как неизбежное возмездие за всех кого он сам бездумно сгоряча куража удалью и бравируя отвагой убивал казнил топтал Товстоногов замахнулся тут высоко эпопею тихого донна он попытался прочесть как античную трагедию глядевшую дальше личной вины открывавшую обреченность героя на плечи которого ложится непосильная ему ноша в неличной роковой исторической вины далеко не все удалось режиссеру применявшему средства выразительности шоковой силы и полностью пренебрегшему заботами о том чтоб зрелище обладало чувствительностью или занимательностью в самой новизне монументальной режиссерской постройки в беспримерной жестокой дисгармоничности в грубой шершавости сценической ткани сказалась подлинно Товстоноговская бескомпромиссность неподдатливая прямота Тихий Дон не похож на предыдущую работу это грандиозный но многообещающий эксперимент вот сегодня друзья мы закончим чтение прекрасной статьи Константина Рудницкого о Георгии Александрович Товстоногами вот желаю всем здоровья вот наступающим новом году вот и так сказать сил душевных чтобы нам все было хорошо в новом году до свидания